Привет! Вы готовы к романтическим загадкам? Посмотрите на этих трех парней! Кто из них пойдет сегодня на свидание? Скорее всего, этот парень, у него есть небольшой завернутый подарок, вероятно, для его спутницы. Теперь заглянем в ресторан. У кого из этих трех девушек свидание? Вот у этой! Смотрите, на столе розы и два комплекта посуды, так что она не одна. И здесь явно происходит что-то романтическое. Это Эллисон, а один из трех молодых людей ее парень. Вы можете сказать, кто? Вот этот! Смотрите, у них одинаковые татуировки. Взгляните на эти два предложения. Какое из них не закончится свадьбой? Это! У парня есть кольцо. Он уже женат. Был вечер пятницы, и Марк ждал, когда его девушка вернется с работы. Он приготовил ужин и собирался сделать предложение. Девушка вернулась домой с цветами. Как вы думаете, у нее было свидание с кем-то? Нет, это не так. Посмотрите на улицу. В их саду растут такие же цветы. Она нарвала букет, прежде чем войти в дом. В день святого Валентина Аника нашла на своем столе любовную записку. К сожалению, записка не была подписана. Но у нее было трое подозреваемых. Она спросила каждого из них, писал ли он ей записку. Дилан ответил. Я был занят. Я доделывал домашнее задание по математике перед уроком. Конор сказал. Я тусовался с друзьями на улице. А Люк сказал. Я был в туалете и только что вернулся. Кто написал Анике письмо? Это был Люк. Посмотрите, на его руках красные чернила. Именно этим цветом написана записка. Кроме того, если бы он действительно был в туалете, он помыл бы руки. В день святого Валентина Джесс нашла записку в своем шкафчике. Но записка была странной. Это была просто последовательность случайных букв. Или это был какой-то шифр. Сможете помочь Джесс прочитать записку и выяснить, кто ее прислал? Конечно, это шифр. Смотрите, здесь пять групп букв по пять букв в каждой группе. Давайте запишем их в таблицу пять на пять. А теперь нам нужно прочитать это по вертикали. Столбец за столбцом. Давай сходим на свидание. Сэм. Итак, где же этот Сэм? Мишель устраивала вечеринку в честь Дня Святого Валентина. Она пригласила всех своих школьных друзей и каждому разрешила привезти с собой спутника или одинокого друга. В разгар вечеринки она заметила, что ее кузен в саду разговаривает с какой-то девушкой. Но было темно, и она не могла определить, кто это. Она только увидела, что у девушки длинные волосы. Когда ее двоюродный брат вернулся, она сразу поняла, с кем из девушек он был. Вот три девушки с длинными волосами. Кто был на улице с двоюродным братом Мишель? Смотрите, у кузена Мишель на шее след от помады. У девушки справа помада того же оттенка. Холодным дождливым вечером Дэймон проезжал мимо автобусной остановки. Там было три человека, ждавших автобус. Пожилая женщина, которая выглядела больной. Доктор, спасший много жизней. И девушка, в которую Дэймон был влюблен уже много лет. К сожалению, в его машине было место только для еще одного человека. Что же делать Дэймону? Он должен отдать свою машину врачу, который отвезет пожилую даму в больницу. А Дэймон может остаться на остановке ждать автобуса с девушкой своей мечты, перед которой предстанет героя. А давайте сделаем небольшой перерыв. Вы любите романтические фильмы? Надеюсь, что да. Потому что я покажу вам набор эмодзи, а вашей задачей будет угадать, какой романтический фильм они обозначают. Итак, вот первый вопрос. Очень простой. Ну, конечно, это Титаник. Следующее задание. Ничего особенного, все должно быть понятно. Вы знаете этот фильм? Это дневник памяти. А как насчет этого? Относительно недавний ремейк имел большой успех. Есть идеи? Эта звезда родилась. Следующая загадка. Как думаете, вы сможете ответить правильно? Это перед рассветом. За следующим набором эмодзи скрывается еще одна известная история любви. Вы догадались, о чем речь? Это Ла-Ла Ленд, конечно же! Вот последний фильм. Уже не новый, но очень хороший. Ваша версия? Это вечное сияние чистого разума с Кейт Уинслет и Джимом Керри. Давайте продолжим. Был день Святого Валентина, и Николь хотела положить маленький подарок в шкафчик одноклассника, в которого была влюблена. Она не знала код. К счастью для нее, владелец шкафчика был забывчивым, поэтому оставил там записку с подсказкой. Сможете разгадать комбинацию? Каждое число — это количество линий в соответствующей букве. В Ай всего одна линия. В М4, в H3, а в T2. По этой логике в И4 линии. В L2, в V2, а в Z3. Итак, комбинация 4, 2, 2, 3. А вот еще один код, который вам предстоит взломать. На этот раз вам нужно помочь Эрику. Он хочет сделать своей жене хороший подарок на День Святого Валентина, но совершенно не знает, чего она хочет. План состоит в том, чтобы взломать ее компьютер, проверить корзину в интернет-магазине и заказать что-нибудь оттуда. Проблема в том, что компьютер требует пароль, а Эрик его не знает. К счастью, на столе лежит записка, и он вводит 6, 1, 9, 8, но код неверный. Сможете выяснить, какой код правильный? Записка просто перевернута. Эрик должен попробовать набрать 8, 6, 1, 9. Кеннеди работает в отделении «Неотложная помощь». Сегодня День Святого Валентина, и к ней привезли пациента, которому стало плохо во время вечеринки в колледже. Кеннеди выходит из палаты, потому что ей нужно поговорить с девушкой пациента. Она была на вечеринке вместе с ним. К какой из девушек ей следует обратиться? Где здесь спутница парня? Вы помните, что пара была на вечеринке? Значит, они должны быть красиво одеты. Скорее всего, спутница пациента – это девушка в платье. Теперь давайте потренируем глаза. Вот куча сердечек. Можете найти одно разбитое сердце. Да, вот оно! Вы молодец! И еще одна похожая задача. Итак, есть много целых сердец и несколько разбитых. Сколько всего разбитых сердец? Здесь 5 разбитых сердец. Вы нашли их все? Кэлси пришла в антикварный магазин, чтобы купить подарки своему парню. Ей нужна была кепка для него, старинные карманные часы и игрушечная машинка 20-х годов прошлого века. Можете помочь ей найти все эти предметы для ее парня. Вот кепка, вот часы, а вот машинка. Вы заметили их все? Марк покупает подарки для Кэлси в том же антикварном магазине. Ему нужно найти красивую чашку, старинное зеркало и фотоальбом. Ему тоже нужна помощь, так что смотрите в оба. Вы видите все эти предметы? Вот они! Один, два и три! Отличная работа! Это вечеринка в честь Дня Святого Валентина и Мелоди, самая популярная девушка в школе, устраивает ее. Четыре лучших друга стоят вместе и один из них парень Мелоди. Вы спрашиваете их, кто ее бойфренд и вот что они отвечают. Первый говорит, это четвертый парень. Второй говорит, это я. Третий утверждает, нет, это первый парень. А четвертый говорит, нет, на самом деле это я. Если только настоящий бойфренд говорит правду, а остальные лгут, с кем из них встречается Мелоди? Только бойфренд Мелоди говорит правду, поэтому он скажет, я ее парень. Значит, это либо второй парень, либо четвертый. Но если бойфренд четвертый, то первый тоже говорит правду. Значит, Мелоди встречается со вторым парнем. Так-так.